Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня заглянуть в римский розарий. Розарий Рима – это место, о котором мало кто знает, поскольку он открыт только в определенный период года, когда цветут розы. Розарий разделен на две части. Одна часть, в которой мы сейчас находимся, открывается для публики каждый год 21 апреля, когда Вечный Город отмечает свой день рождения и остается открытой до июня месяца. Кроме того, в октябре, когда розы цветут во второй раз, двери розария вновь распахнутся. Вторая часть розария в этом году откроется 19 мая после проведения конкурса роз. Она еще прекраснее, чем эта часть розария. Мне кажется, это волшебное место, где любой, кто зайдет в розарий, будет очарован этой красотой. Этот райский уголок расположен на склоне холма Авинтин, напротив Большого Цирка и холма Палатин. На этом месте до нашей эры находился храм, посвященный богине цветов Флори, где каждый год праздновался праздник. Сегодня нет остатков от этого храма. И что через две тысячи лет на месте храма, посвященного богине цветов, появился розарий, скорее всего, это совпадение. В первой половине 17 века на территории розария было еврейское кладбище, которое находилось здесь до 19 века. После того, как было открыто новое кладбище Верану, останки захоронений перенесли туда. В память о том, что здесь было еврейское кладбище, дорожки розария сделаны в форме миноры. Прогуливаясь по розарию, попробуйте найти и рассмотреть ее. О существовании миноры в розарии мало кто знает. Территория бывшего кладбища была нетронутой до 1950 года, ну а потом на ней был разбит розарий. В розарии растет около 1100 сортов древних и современных роз со всего мира. Можно полюбоваться розами с Дальнего Востока, Южной Африки, Новой Зеландии и Америки. Древние виды роз очень ценные и малоизвестны. Специально для вас, любители роз, я снимала розы и их название. Наслаждайтесь! Если вы планируете поездку в Рим в летние месяцы, возьмите на заметку розарий. После шумного города всегда хочется уединиться и отдохнуть. И это одно из таких мест. Да, и совсем забыла сказать, что вход в этот райский уголок бесплатный. Его открывают в 8.30 и закрывают в 19.30. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok